Сегодня в Киеве звучали призывы к отставке президента Порошенко, и все можно было бы списать на политическую борьбу, если бы эти призывы не озвучивал бы советник начальника Генштаба Украины, депутат и главарь запрещенного в России экстремистского правого сектора Дмитрий Ярыш. Ему очень не понравилось развитие событий вокруг Мукачева, и он уже заявил, что его бойцы в этом закарпатском городке смогут укрыться от властей. Сегодня же стало известно, служба безопасности Украины готовит антитеррористическую операцию в Мукачево. Но когда она начнется, неизвестно. О том, почему киевская власть допускает свой адрес угрозы, и как решать проблему с вооруженными до зубов головорезами, в репортаже Юлия Ольховской. Всю неделю после стрельбы в Мукачево лидер боевиков Ярыш хранил молчание. Сегодня, наконец, появился перед журналистами на пресс-конференции в Киеве. Он неожиданно заявил, что радикалы хотят сделать шаг навстречу государству и войти в состав украинской армии, но на особых условиях. На вопрос, откуда у его соратников в Закарпатье оказалось оружие, Ярыш признался со времен Майдана. Кроме того, он обвинил представителей власти в том, что те пытаются уничтожить организацию, и заговорил об отставке уже не только министра МВД Авакова, но и украинского президента. Я вижу, что президент Украины не на своем месте, ни как верховный главнокомандующий, ни как человек, который эффективно руководит государством. На мой взгляд, и я это буду озвучивать, на съезде правого сектора нужно уже говорить об отставке президента, о распуске этой Верховной Рады и, соответственно, отставке правительства. Пока Ярыш в Киеве общался с журналистами, его соратники во Львове освистали министра Авакова. Не можете бороться с преступниками? Подавайте в отставку. Сколько это будет продолжаться? Сколько вы будете тянуть свои руки к нам? Занимайтесь расследованием преступлений, не трогайте добровольцев. В пятницу на Украине выходят основные аналитические издания. И по обложкам журналов понятно, что стало главной темой на этой неделе. Дискуссий вокруг поправок Конституции журналистов интересует явно меньше, чем бойня в Мукачево, после которой радикалы объявили войну власти. По всей стране расползается оружие из зоны так называемой антитеррористической операции. Если власть не найдет способ, как решить проблему с радикалами, мукачевские события могут повториться по всей Украине. Об этом рассуждают журналисты. Все больше публикаций на эту тему появляется и в зарубежных изданиях. Для правительства Порошенко радикально настроенные боевики стали серьезной проблемой, отмечает немецкая Die Welt. В статье под названием «Украинские правые экстремисты выступают против Киева». Говорится, что радикалы, еще недавно боровшиеся на Майдане за свержение Януковича, теперь недовольны и новой властью. Называют ее бандитской и призывают снова протестовать. В ходе войны на востоке Украины сформировались добровольческие батальоны, которые сражались с ополченцами на фронте. Государство не предприняло ничего для разоружения бойцов правого сектора, несмотря на то, что эта организация незаконна и не подчиняется государственным структурам. Со своим оружием националисты могут сражаться не только против ополченцев, но и против государства. Радикалы тем временем установили три блокпоста Волынской области. Два на границе с Польшей и один с Белоруссией. Утверждают, что местные власти и население не против, а таможенники и милиционеры даже якобы попросили их сообщать о нарушениях. Шесть боевиков продолжают скрываться от правоохранительных органов. Ни МВД, ни СБУ подробности спецоперации не разглашают. Между тем и власти, и эксперты признают, причиной конфликта в Закарпатье стала банальная борьба за контрабанду. Таможни являются глубоко коррумпированы. И там сидят десятилетиями люди, которые наживаются на этих потоках. Если мы говорим непосредственно о правом секторе, то я думаю, что он используется в данном случае определенными людьми с целью просто овладеть потоками. Обеспокоенность с безопасностью на границе уже выразили в Венгрии и Словакии. Кроме того, представители нацменьшинства опасаются за свою судьбу. Закарпатье, как известно, регион особый. Русины, например, уже потребовали признать результаты референдума, на котором они в 1991 году проголосовали за автономию. Политологи отмечают после заявления Порошенко о том, что все так называемые добровольческие батальоны должны быть разоружены. По большому счету не последовало никаких действий. Власть, которая не имеет возможности силовым путем разоружить незаконное вооруженное формирование, вынуждена маневрировать. Вот она так маневрирует. Там прекратили стрелять, то хорошо, что прекратили. Между тем, новый губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль обвинил в коррупционных связях с боевиками областную прокуратуру. По его словам, первый зампрокурора через своих родственников сдаёт радикалам офисное помещение в центре Ужгорода, где те хранили оружие. Руководство прокуратуры было прекрасно осведомлено об арсенале незаконного оружия, которым обладает правый сектор. Но вместо того, чтобы привлечь преступников к ответственности, сдаёт им помещение. Так о какой объективности Закарпатской прокуратуры вообще может идти речь в нынешней ситуации? Верховная Рада начала собирать подписи за отставку генпрокурора Украины Виктора Шокина. 106 подписей. Я думаю, что генпрокурора однозначно будут отправлять в отставку. У нас в стране не закон и справедливость царит, а царит правило мафии. То есть темнее тебе и система круговой поруки. Будем сносить генпрокуроров, пока наконец-таки президент не решит поставить нормального, несистемного человека. Парламент сегодня утвердил закон о местных выборах. После долгих споров депутаты решили, что центральная власть проводить голосование в ДНР и ЛНР в октябре не будет. Между тем предвыборные страсти ночью кипели в Чернигове. Там в конце июля назначены довыборы в парламент. Команда бывшего помощника Коломойского, а ныне кандидатов депутата Геннадия Корбана, заблокировала автомобиль соратниками другого кандидата Сергея Борзенко. Около 300 человек перекрыли улицу. Парламент! 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 Вызволять людей из машины пришлось милиции. В самом автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили деньги в конвертах и патроны. Ситуацию в Чернигове в цеке называют уникальной. На депутатское кресло в округе претендует 127 кандидатов. Длина уже напечатанных бюллетеней – один метр. А в Киеве обсуждают заявление Порошенко, сделанное накануне в эфире СНН. Разведка донесла украинскому президенту, что российские войска якобы готовят вторжение на Украину. Правда, ранее он утверждал, что российская армия уже находится на территории страны. Аж 200 тысяч военнослужащих. Учитывая, что численность российской армии – всего 1,2 млн человек, по подсчетам Порошенко, получается, что на Украину перекочевал каждый шестой военнослужащий. Юлия Ольховская, Максим Семин и Наталья Литовко. Первый канал. Украина.